Беларусьнефть Приветствую! Мы находимся на объекте будущего, который вот-вот появится в Брестской области. И сегодня своей энергией роста поделится руководитель проекта предприятия «Беларусьнефть» нефтехимпроект Елена Довголь. Приветствую! Добрый день, Александр! Признаюсь честно, за 15 лет журналистики это мое первое BIM-интервью. Ну, ничего страшного, Александр, потому что за всю мою карьеру это в целом мое первое интервью. Новая технология – это, конечно, хорошо, но, знаете, Елена, не для того я ехал из Гомеля в Минск, чтобы общаться с виртуальным силуэтом. Приветствую вас в настоящей реальности. Здравствуйте, Александр, рада вас видеть. Елена, что же такое BIM-технологии, с которыми так успешно работаете? На самом деле, это один из самых сложных вопросов для меня. На данный момент я занимаю роль BIM-менеджера на предприятии. И, конечно, мои родные, близкие часто спрашивают у меня, чем же ты занимаешься, что это за профессия. То есть, с одной стороны, вроде бы самый простой вопрос, а на самом деле, как объяснить обывателю, что же такое BIM? Что это такое? Конечно. И тем более я постоянно боюсь в одной фразе предложением обесценить эту работу. Она такая масштабная, глобальная для всего предприятия, что мне кажется, просто я не смогу раскрыть ее суть в одной фразе. Но я постараюсь в рамках сегодняшнего интервью пояснить. Это переводится как Building Informational Modeling, то есть это строительное информационное моделирование. То есть, я это называю современный цифровой подход к решению классических задач строительной отрасли. Виртуальный объект, на котором мы сегодня встретились, насколько я знаю, по-своему уникален, не так ли? Да, на самом деле уникален. И я бы хотела обратить внимание, что уникален даже не столько сам объект, сколько работа, которая велась в ходе реализации этого проекта. Расскажу вкратце, что данный объект – это автозаправочная станция в городе Барановичи. БИМ-проект был выполнен средств силами наших специалистов. И, кроме всего прочего, после строительства была сформирована эксплуатационная модель по данному объекту. Работа велась совместно с заказчиками. И это, я называю, беспрецедентным случаем, уникальным, когда за одним столом мы смогли пригласить, разместить проектировщиков, представителей служб эксплуатации и вместе переговорить, обменяться опытом. Мы поделились своими наработками в области цифровизации, обучили их работать с моделями, а они поделились опытом эксплуатации с нами. Знаю, не так давно состоялась виртуальная планерка с коллегами из Бреста. Чем БИМ-технологии помогают в плане взаимодействия тандему заказчик-подрядчик? Да, действительно, мы осуществили первую виртуальную планерку с заказчиком. Целью была передача оцифрованного участка нефтебазы. С одной стороны, вы были каждый на своих рабочих местах, вы в Минске, коллеги из Бреста, у себя в населенном пункте, но встретились вы на площадке виртуального объекта. Встречаться на виртуальном объекте можно не только с заказчиком, это могут быть и поставщики оборудования, девелоперы. Представители строительных, организации, кто угодно. И это даже не ограничивается рамками страны. Около 10 лет назад, когда вы пришли в институт, полагаю, о БИМ-технологиях еще мало кто знал. Да, на самом деле, Александр, 10 лет назад интерес к БИМ-технологиях только начинал где-то просыпаться. Он был достаточно осторожный, и где-то в проектных институтах были запущены пилотные проекты, но это все было только самое-самое начало. И в нашем институте уже слышали о БИМ-технологиях, но ничего не предпринималось для внедрения. На самом деле, заставить поверить людей достаточно было сложно, потому что готовых, реализованных примеров нет, а когда нет примеров, людям трудно поверить во что-то мифическое. Поэтому приходилось информировать их, собирать через различные презентации, опыт успешных коллег, например. Показывать, обучать, целые классы собирались, обучали коллектив, как работать в этих инструментах. Выделялись достаточные средства на внедрение технологий, целые образовательные программы нашим предприятиям разрабатывались. И постепенно люди, вовлекаясь, тоже заражались, видимо, как и я, интересом к технологии и понимали, что все не так страшно, как оказалось на первый взгляд. Ну и, конечно, если один коллега получил успешный опыт, вот у него получилось, ему стало интересно, он сам транслирует на своих коллег свой положительный опыт. Насколько сегодня коллектив Института прогрессивен в развитии БИМ-технологии? Вы знаете, достаточно прогрессивен, объясню сейчас. Я считаю, что мы достигли определенного успеха в том, что в достаточно короткие сроки смогли провести пилотные проекты и обучить широкую группу людей в работе с БИМ-инструментами. То есть, в принципе, пилотные проекты уже закончены, сейчас идет процесс масштабирования на предприятия, более глобальная цифровизация. Мы не останавливаемся на проектировании, и сейчас мы уже смотрим в сторону строительства и эксплуатации, и есть прямо целая программа нами разработанная, как мы планируем внедрять эти технологии не только в проектирование. И здесь уже речь идет не только о самом БИМ-проекте и цифровой модели, а речь идет о виртуальной реальности и дополненной реальности в строительстве и в эксплуатации, что в нашем институте активно мы пользуемся результатами лазерного сканирования. Это воздушное сканирование, наземное сканирование. Для нас уже очевидно, что это самый достоверный источник знаний. У нас очень сильная геодезическая служба. Наши высококвалифицированные профессионалы-геодезисты уже делают облака точек, создают, передают нам на проектирование и, более того, используют их в стадии обследований. То есть это новые какие-то витки, новые направления развития геодезических услуг. То, что институт является частью большой семьи в 27 тысяч человек, я сейчас про Беларусьнефть, в плане продвижения своих проектов, продуктов, больше плюс или минус? Однозначно отвечу, что это плюс. И мы уже неоднократно прочувствовали тоже эффект от того, что мы являемся частью большой команды, большой семьи. Мы находимся в составе организации полного цикла. А что значит цикл? Цикл – это жизненный цикл объектов. То есть это от стадии замысла, проектирования, строительства, эксплуатации, сноса, как человеческая жизнь, которая проходит через этапы. Наш институт занимает какую-то маленькую долю этих этапов, но мы имеем шикарную возможность взаимодействия со смежными стадиями. То есть обсуждать возможности применения наших новых технологий информационного моделирования на последующих стадиях, оценить их эффект и постараться внедрить цифровизацию в их тоже системы и в их структуры. Для нас это особенно важно. И более того, как в большой семье, мы даем себе право на какие-то, возможно, ошибки, какие-то совместные усилия ради какой-то долгосрочной перспективы. Мы это оцениваем высоко и считаем, что это наша уникальная возможность на самом деле. Елена, как за эти 10 лет работы в «Беларусьнефти» менялись вы как профессионал и как личность? Моя карьера, как я уже говорила, начиналась с инженера-проектировщика и постепенно категория за категорией к ведущему и к руководителю проекта. Поэтому, конечно, я постоянно при поддержке руководства, руководителей начальников отделов, нашего директора предприятия и прочих руководителей мне удалось достичь того, что сейчас я имею. Как профессионал я получила довольно широкие знания и не только в сфере инженерии, но и как биоменеджер, то есть все сопутствующие знания. Как личность, наверное, я бы отметила, что появилась некоторая доля смелости за принятые решения, возможность управлять людьми, координировать их, находить какой-то индивидуальный подход к каждому, потому что все люди разные, мне нужен успех от команды и приходится чаще с ними работать и учитывать их какие-то личные потребности. Я думаю, вы согласитесь, что все, что мы делаем, в идеале – это творчество. Вот как бы охарактеризовали атмосферу сегодня в коллективе? Я с вами абсолютно, Александр, согласна. Я даже добавлю, что если изначально я была инженером с достаточно сухими техническими знаниями, то с повышением и с принятием роли биоменеджера я абсолютно стала творческим человеком. Каждый день креативные мысли и какие-то планы, которые необходимо реализовать. Атмосфера поддержки – это крайне важно не только для меня, но и для всей группы, потому что новая тема, новые направления, которые требуют некоторые подушки безопасности, поддержки от коллектива и понимания. Некоторое сопротивление, как я уже ранее говорила, существует, но это конструктивное сопротивление. Оно, наоборот, побуждает нас, наверное, искать более правильные ответы на их вопросы и двигаться для того, чтобы людям стало это интереснее. Елена, а что для вас энергия роста? Что помогает двигаться вперед, что подталкивает к развитию? Александр, спасибо за такой интересный вопрос. На самом деле он даже немножко личный для меня, и я буду рада с вами поделиться. Я расцениваю свою энергию роста, вот делю ее на две категории. Это внешняя энергия и какая-то внутренняя. Если внутренние рассматривать источники, я вот как инженер люблю категориями мыслить. Люблю разгадывать ребусы. С помощью этой работы я обеспечила себя интересными новыми проектами, сложными достаточно, но каждый день динамично развивающимися, и мне это нравится. То есть я просто люблю делать какие-то сложные, интересные вещи. Что касается внешних источников, то я бы здесь выделила коллектив. То есть в первую очередь это руководство, которое поддерживает, создает амбициозные планы, на самом деле, казалось бы, неосуществимые порой. Я вижу, глаза горят, и это дорогого стоит. Глаза горят, и у нашего руководства это еще дороже, потому что им это реализовывать, это сложнее. Поэтому я не могу подвести их в этом плане. Ну и, конечно, мои коллеги, я их называю бим-координаторы, это те, кто отвечает за внедрение технологий в своих отделах. Мы вместе создавали этот успех, который есть на данный момент, и мне, конечно, дороги каждый из них, у каждого из них есть своя энергия роста, и поэтому мы вместе концентрируем вот эту большую вспышку, грубо говоря. И подвести такую команду я не могу. Я когда-то, знаете, услышала такую интересную притчу, которую она всегда запомнила применительно к биму, называется «Притча о длинных ложках», когда люди из общего котелка смогли поесть, только когда догадались, что можно кормить друг друга. И вот эта атмосфера, когда мы ради общего успеха друг другу что-то отдаем, вот она и побуждает этот успех. Вот такая философская точка, как повод задуматься для каждого из нас. Спасибо за это интервью. Успехов в проектах виртуальных и реальных. Спасибо большое, Александр. Рада была встрече. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова